История про Олю и Колю Кредит в банке Но в банке нет девяти монеток Там всего только одна монетка Олина Банк выдает ее Коле Тот Оле А Оля снова относит ее в банк И так девять раз В конечном итоге Коля должен банку девять монет А банк должен Оле десять монет Была одна монетка А теперь их стало девятнадцать Из которых восемнадцать банк наплодил Из пустоты И лишь одна монетка настоящая В природе этих денег не существует И Коля по факту никогда не расплатится с банком Он теперь в финансовом рабстве у банка Навсегда Но тут вы скажете, что ведь и банк должен Оле Он тоже получается у нее теперь в рабстве Это так Да только вот Оль у банка много Поэтому он всегда сможет расплатиться с одной Олей Монетками других Оль Ведь одновременно все Оли за своими деньгами не придут Иными словами, рабство Коли настоящее А рабство банка мнимое Это простая модель банковской системы Которая изначально порочна и нечестна Современная банковская система для банкиров, а не для людей Простых людей она лишь заковаляет Превращает в финансовых рабов В этом ее смысл А потому она должна быть, наконец, разрушена И финансовый апокалипсис, друзья мои, неизбежен Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова